В эфире новости губернии. Здравствуйте, в студии Сергей Дрожевкин и Марина Низамова. И в начале выпуска коротко о главных темах. Доступные чиновники в мобильных приемных тольяттинцев консультируют по любым вопросам, как приструнить нерадимых коммунальщиков и добиться капремонта здания. Жигулевская долина готовится к открытию, скоро начнет готовить кадры. Что сейчас происходит на одной из самых масштабных стройках и когда в области откроет межрегиональный ресурсный центр? Все выяснили наши корреспонденты. Самарские медики из разных точек региона проводят консилиумы в режиме реального времени. Как помогает сверхновое медоборудование в постановке диагноза? Мы узнавали. Крылья Советов одержали победу в первом стыковой встрече со Спартаком из Нальчика. Счет 2-0 в двухматчевой серии решится. Какой из этих клубов достоин выступать в Премьер-лиге российского футбольного первенства в будущем сезоне? Сумеют ли крылья удержать достигнутые дома? Преимущество узнаем совсем скоро. Ответная игра состоится в столице Кабардино-Балкарии 3 июня. Продолжаем. В регионе объявлено штормовое предупреждение. В ближайшее время ожидается гроза. Места межквалистый северо-восточный ветер от 18 до 23 метров в секунду. Синоптики обещают сильные ливни. Возможен даже град. Жители региона просят проявить осторожность не прятаться и не оставлять автомобили вблизи деревьев и рекламных щитов. Половодие прошло без потери. Об этом говорили на итоговом заседании областной противопаводковой комиссии, которая проходила в режиме видеоконференции с муниципалитетами под председательством вице-губернатора Александра Нефедова. Все оперативные службы оказались готовы к большой воде, которая стала подниматься уже с 18 марта. Пик половодия пришелся на 13 апреля. Сотрудники областного управления МЧС своевременно провели разведку паводковой обстановки за состоянием рек. Груглосуточно следили 17 постов гидромета. Подтопления были на территории 21 населенного пункта. В том числе 35 человек было эвакуировано из Жигулевского хосписа. На заседании комиссии было отмечено значительное улучшение в организации пропуска талых вод, а слаженные действия сотрудников МЧС, ГИБДД, Центра по делам гражданской обороны были вручены благодарственные письма губернатора. В этом году нам впервые так вот слаженно удалось все эти мероприятия провести. Оценка хорошая. Практически мы сегодня не имеем потерь материальных. Ну и наверное вот этот опыт, эти действия, которые мы наработали и провели, должны стать постоянной практикой и подготовкой. Мы начнем уже с сегодняшнего совещания, подготовку к сезону следующего паводка. Почту России предупредили. Такой меру ответственности для госучреждения выбрал областной арбитражный суд за многочисленные нарушения. Их нашла Самарская прокуратура в ходе проверки отделений. Нарушения в работе почтовиков выявили почти во всех районах города, кроме Куйбышевского. Прежде всего, считают прокуроры, нарушались установленные сроки пересылки писем, а также не соблюдался график доставки корреспонденции. В адрес руководителя отделения почтовой связи вынесены представления, а дело об административном правонарушении было направлено в арбитражный суд. 29 мая текущего года арбитражный суд рассмотрел постановление прокуратуры, признал его обоснованным и признал Федеральное государственное учреждение Почты России виновным в совершении данного административного правонарушения, не привлек к административной ответственности в виде предупреждения. Сельхозпроизводители обманули или просто непонятная ситуация? Сразу в нескольких районах области разворачивается детектив на тему «Где деньги?». Власти задержали выплаты стимулирующих субсидий сельскохозпроизводителем. 225 миллионов из областной казны обещали распределить еще в начале года, но уже лето, а денег все нет. Алена Алешина разбиралась. В Кошкинском районе долг перед сельхозпроизводителями, самый большой в области, свыше 5 миллионов рублей. И это только за четвертый квартал прошлого года. Ни копейки не дали за три месяца этого. В хозяйствах, как просили, увеличивали на до и на эти деньги рассчитывали. В начале года сказали, что не будет вам субсидий. Мы бы, естественно, на кормовой цели меньше расходовали земель, а на сэкономенных землях посели бы дорогостоящие культуры. Есть у нас дорогостоящие культуры, нут, подсолнечник. В племб заводит «Дружба». На недополученные миллионы собирались улучшить условия для буренок, переделать вентиляцию, провести свет в коровниках. На дое в «Дружбе» самые высокие в районе. Василий Белов считает, что его просто-напросто кинули. Просто есть закон, вроде заинтересованность, есть поддержка сельхоз на словах, а на деле она сильно-сильно запаздывает. Вот вопрос, что обидно говорят. Выдавайте продукцию, а мы вас поддержим, а на самом деле, знаете, лучше бы молчали. Нету, ну и нет. Но живем же без них и проживем. Писал в губернскую думу Минсельхоз и губернатору, теперь намерен идти в суд, если до 10 июня в кармане сельхозпроизводителя не появятся обещанные по закону деньги. По администрации района разводят руками. Субсидии зависли в Минфине. Шли траншами. По миллиону с февраля по май. Субсидии сегодня подходят. Значит, во втором квартале мы отдадим эти субсидии, потому что на сегодняшний день всего только, значит, подошло 3 миллиона 800 тысяч рублей. По отрасли животноводства. Причем, как объяснили в администрации, латать прошлогодние долговые дыры придется за счет стимулирующих субсидий, запланированных на 2013-й. А значит, в конце года ситуация повторится вновь. Это понимают и сельхозпроизводители. Но снижать надое пока не намерены. В одном из самых молочных районов области должны прежде всего выполнить план. Алена Алешина, Александр Дмитриев. Новости губернии. Кошкинский район. В Самарской области появится межрегиональный отраслевой ресурсный центр. Его планируют создать на базе Жигулевской долины в Тольятти. Технопарк как раз готовится к открытию. Первую очередь запустят уже в июле. Тогда же заедут и первые резиденты. Потребуются свежие кадры. Всего проект должен обеспечить городу до 3,5 тысяч новых рабочих мест. Татьяна Потоцкая увидела, что сейчас происходит на месте самой глобальной за последние несколько лет стройки региона. Пока здесь пусто и тихо. Основные работы по строительству первой очереди закончены. До запуска чуть больше месяца. Еще год назад на этом месте была стройплощадка. Жигулевская долина сегодня это два офисно-лабораторных корпуса. В один из которых первые резиденты заедут уже в июле. А к концу года здесь планируют запустить центр обработки данных и офисный деловой центр с полностью готовой инфраструктурой. В полную силу технопарк заработает в 2014-м. Резидентами уже стали 47 компаний. Некоторые ребята вообще молодые, которые приходили со своими новыми идеями. Есть ребята, которые разрабатывают приложения для мобильных телефонов. Есть ребята, которые работают в сфере наноматериалов. Совершенно разная направленность. Конечно, большинство проектов, больше 50% это сфера IT. И уже нужны кадры. Согласно бизнес-плану, технопарку потребуется около 3,5 тысяч сотрудников. Готовить специалистов будут здесь же. В технопарке откроется межрегиональный ресурсный центр. Мы уже изначально на этапе его создания вплотную интегрировались в систему производства. А именно, располагаться центр будет в основной своей части на площадях Жигулевской долины, максимально приближенной к производству, к особоэкономической зоне, к резидентам. Эти центры ориентированы на ведущие передовые отрасли промышленности, перспективные, инновационные. То есть там, где должен состояться определенный прорыв. Прорыв состоится, когда Жигулевскую долину все же запустят. Комиссия из областного Минобра потенциал оценила. Ставку делают не только на молодых специалистов. Для тех, кто постарше и профессию уже получил, организуют курсы повышения квалификации и переобучения. В Тольяттинском машиностроительном колледже ресурсный центр работает уже второй год. Теорию с практикой здесь связали давно, готовят кадры для автоваза. Там же студенты регулярно проходят практику. Чтобы обучение не сильно отличалось от реальных условий, закупили новые установки. 40 миллионов рублей, полученных в рамках нацпроекта образования, хватило, чтобы обновить оборудование примерно на 30%. Объединение усилий Министерства экономического развития, Министерства образования и науки, Министерства труда, они нужны для того, чтобы выстраивать единую кадровую политику, которая обеспечивала бы прорыв Самарской области в конкурентоспособности по всем направлениям. В рамках госпрограммы межрегиональные отраслевые ресурсные центры будут открывать по всей стране минимум по одному на федеральный округ. Татьяна Потуцкая, Вячеслав Потуцкий. Новости губернии. Тольятти. Канализационные стоки станут чище питьевой воды. В Автограде планируют внедрить новые технологии по очистке. Это с развитием промзоны уже необходимость, говорят специалисты. Но для того, чтобы модернизировать оборудование, нужно еще привлечь финансирование. О миллионах кубометров чистой воды, которым тоже нужны инвестиционные программы в нашем сюжете. Через эту трубу на очистные сооружения стекаются две трети канализационных стоков Тольятти. Сначала воду прогоняют через специальные решетки и избавляют от крупного мусора. Дальше она отправляется в так называемые отстойники, где специальные скребки собирают грязь со дна и с поверхности. Весь процесс без участия химикатов и реагентов. Один из самых сложных этапов – биологическая очистка. Вредные вещества и грязь в огромных бассейнах съедают специальные микробы. Организмы требуют особых условий, они чувствительны к химическим загрязнениям. Выброс нефтепродуктов, цинка и таких промышленных предприятий, если он попадет большое количество сюда, то он может их убить. Если их убьет, все, процесс очистки практически закротился. Дальше вода проходит через специальные фильтры и отправляется в камеры, где убивают вредные микроорганизмы. Это финальный этап очистки. Здесь с помощью специальных ультрафиолетовых ламп воду обеззараживают. В такой установке их находится больше 400. Существует и специальный контроль качества. В обычную колбу наливают немного воды и просматривают, насколько она чистая. Дальше вода отправляется на насосную станцию, откуда ее и распределяют в Саратовское водохранилище. Через очистные сооружения в сутки проходит 250 тысяч кубов воды. Специалисты говорят, с каждым годом она становится грязнее, качество проверяют в специальной лаборатории. Каждый час берут пробы на всех этапах очистки. По последним данным, на входе вычистные, превышение нормы ПДК по загрязнениям в два раза. На выходе же все в пределах нормы. Нормативы у нас очищены. На ту воду, что мы сбрасываем, гораздо жестче, чем в питьевой воде. Потому что сбрасываем в рыбохозяйственный водоем, а там нормативы жестче. Даже примерно на порядок. В скором времени ждут изменений в экологическом законодательстве. Для того, чтобы соблюдать нормативы и выдерживать баланс не только по уровню качества, но и по производительности, необходимо внедрять новые технологии. Каждый год на это тратят около 150 миллионов рублей. Но этого, говорят, недостаточно. Готовят инвестиционную программу, которая поможет привлечь дополнительные средства. На эти деньги рассчитывают обновить оборудование и тем самым увеличить производительность очистных на 20-30%. Но главное, на предприятии изменят саму технологию очистки воды. И ее качество вырастет в разы. Екатерина Демичук, Борис Кислицы, новости губернии Тольятти. Медицина осваивает медиапространство. Врачи устраивают консилиумы, нисходя с рабочего места. Диагнозы ставят прямо во время обследования в режиме реального времени. Так, из любой, даже самой отдаленной точки региона можно мгновенно связаться с врачом из областной клинической больницы и поставить наиболее точный диагноз практически по всем заболеваниям. Как это происходит, увидела наша съемочная группа. Врачебный консилиум собирается у монитора. Все кандидаты наук. На прямой связи Сергьевск. Накануне этого пациента привезли в центральную районную больницу с головной болью, нарушениями речи и слабой чувствительностью в руке. Компьютерный томограф отправляет снимок в больницу имени Калинина, где с ним в режиме реального времени работают специалисты высшей квалификации. В течение 15 минут диагноз поставлен. У пациента повторный ишемический инсульт в бассейне правой средней мозговой артерии в подкорковых узлах. Поэтому это повторный инсульт. И я думаю, в плане лечения у вас какие-то вопросы сейчас есть? В большинстве случаев лечение можно проводить на месте. Если есть необходимость в консультации специалистов, пока больной проходит курс, врачи готовы снова выйти на связь. А в крайнем случае на помощь приходит санавиация. Хотя еще недавно в таких случаях тяжелый и опасный процесс транспортировки был неизбежен. В городских районах больницах рассчитывают на значительное улучшение здоровья. Если раньше не было такой возможности, вызывали специалистов с областной больницы, они приезжали еще, у них необходимо было уточнить диагноз, а потом уже принималось решение. То здесь практически принимается решение, и необходимые специалисты могут выехать сразу в то лечебное учреждение, в которое поступил больной. Технику закупили в рамках модернизации. По словам врачей, возможности теледиагностики поистине неисчерпаемы. Работает современное программное обеспечение, и уже 16 больниц имеют возможность в режиме онлайн консультироваться с ведущими клиниками Самарского медицинского кластера, больницей имени Калинина, кардиологическим и онкологическим центрами. Телемедицинская конференция, телемедицинская связь позволяет нам улучшить оказание этой помощи пациентов. Не всех больных нужно и можно и нужно везти в областную больницу в Калинину. Можно на месте выполнить эти исследования, проконсультировать больного в онлайн-режиме буквально через несколько минут после проведения исследования и начать своевременное лечение. А дальше счет пойдет уже на тысячи жизней тех, в основном тяжелых пациентов, которых не надо будет в коме везти по ухабам российских дорог. Надо будет заставить работать высокотехнологическое оборудование, которое уже закуплено, но порой все еще простаивает. Вы знаете, вот последняя была встреча с жителями Безничукского района, и Николай Иванович Меркушкин посещал центральную районную больницу. И он сказал, то есть в принципе оборудование должно работать на 100%. А чтобы оно работало на 100%, мы должны использовать возможности телемедицины. И вот когда еще не уровень такой квалифицированной подготовки, допустим, сельской местности, но стоит высокотехнологичное оборудование, и вот возможность передачи таких данных, это в конечном итоге позволит более профессионально подготовленных специалистов принимать уже организационные решения. А от этого решения всегда зависит исход всего лечения, а значит и здоровье, а порой и сама жизнь. Олег Зверев, Ирина Трофимова, Дмитрий Алатрцев, Виктор Соколов. Новости губернии. Сергиевск. Самара. От заводской амбулатории до одной из лучших городских больниц. Полувековой юбилей отмечает 14-я самарская медсанчасть. Десятки тысяч пациентов, квалифицированные врачи, целое поле для творчества, научная база, где теория становится практикой. Татьяна Будова продолжит. Игорь Немченко – главврач 14-й медсанчасти. Отец – терапевт, мама – педиатр. Вопрос, кем быть в их семье, не поднимался. Потомственный врач выработал свой профессиональный принцип – лечение в комфортных для пациента условиях. Наши пациенты, которые направляются с медсанчасти, они, грубо говоря, два раза не едут в то или иное учреждение, а сразу идут на прием или поступают на лечение. Он руководит медсанчастью 6 лет. В его подчинении почти 600 человек. А началось все в 1963-м. Вот архивные кадры. Открытие здания при заводе Тарасова. По приказу Куйбышевского отдела здравоохранения создается амбулатория. Спустя полвека все изменилось. Сменились эпохи, поколения, поставлены новые задачи. На нашей территории находятся два таких растущих микрорайона, как пятая, шестая и просека, всем известная. Там очень высокая рождаемость. Поэтому количество детского населения у нас значительно увеличилось за три последних года на тысячу человек. 14-я больница сегодня это новые технологии, оборудование и профессиональный коллектив врачей. И это отмечает и глава регионального Минздрава. Это лечебное учреждение одно из лучших в Самарской области. По вопросам связанных с доступностью и качеством медицинской помощи. У медико-санитарной части есть будущее, поскольку рядом идет строительство микрорайонов. И поэтому будет создаваться филиальная сеть. Даже на юбилей коллеги не перестают делиться опытом и знаниями, а после спешат к больным. Сегодня, как и 50 лет назад. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губернии. Питерский художник покоряет мир самарской архитектурой. Восемь лет Туман Жумабаев приезжает в областную столицу и пишет вторую часть города. Затем картины увозят и демонстрируют в Европе. Этюду, написанную за эту неделю, мастер решил показать в одной из самарских галерей. Среди первых зрителей оказались и наши корреспонденты. Он уехал из Киргизии еще в детстве, чтобы стать известным во всем мире русским художником. Это теперь он выставляется в лучших залах Европы. А тогда, в 80-х, 16-летнему мальчику, не знающему даже языка, было нелегко. Учиться Туман Жумабаев решил в Петербурге. Училище имени Серова, затем Академии имени Репина. В картинах знаменитых русских мастеров сразу влюбился. Считает их своими учителями. Но главный принцип работы – не копировать натуру, а создавать образ. Мне кажется, если учить внимательнее быть, внимательнее смотреть на окружающие, на природу, и там заложены все красоты. Последние 8 лет Туман Жумабаев живет на два дома. Питерский и Самарский. Темы для своих работ находят в окружающей природе и городских пейзажах. Просто здесь в большинстве части деревянные дома, купеческие, характерные, больше, по-моему, нигде нет. Если даже в Москве какие-то дома есть, это отдельно, случайно. А Самара построена такая, более планированная. По его картинам Самару теперь узнают иностранцы. А жители города на Волге ищут знакомые места и удивляются, как раньше всего этого не замечали. Когда смотришь на эти картины, такое ощущение, что пообщался с человеком, который принес в свою душу тепло, мир, спокойствие. В планах художника не просто писать купеческие дома Самары, теперь он хочет зайти внутрь и получше познакомиться с их жителями. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. И на этом у нас все новости. До свидания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный партнер прогноза погоды – Восточный экспресс-банк. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Окна для пенсионеров. Только до конца месяца. Балконы от 7500, окна от 7200. Звоните 972-9740. Это Лайтбатс. Совершенный утеплитель для вашего дома. А это Лайтбатс Скандик. Самый удобный, совершенный утеплитель для вашего дома. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Местами пройдут дожди с грозами, усилением ветра он будет идут с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью 13-18, тепла днем 26-30. На севере и западе региона днем плюс 24-28, на востоке и юге около 28 тепла. В областной столице ночью плюс 13, и северо-восточный ветер. Днем в Самаре-Тольяте 26 градусов, выше нуля, облачно с прояснениями. Во второй половине дня возможен кратковременный дождь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА